Здравствуйте! Приветствую вас от имени представительства Совета Министров Северных Стран в Эстонии. И данная запись, не просто запись, а великолепное, я надеюсь, интервью, которое сегодня мы будем проводить с авторами прекрасной книги. Это книги об активном отцовстве, о вовлеченном отцовстве, где собрано 14 интервью с отцами из северных стран. Почему мы делаем такую запись? Поскольку с 1 июля 2020 года отцовский отпуск в Эстонии увеличивается, можно сказать, аллилуйя, с 10 дней до 30 календарных дней, что дает право отцам больше времени проводить со своей семьей, больше времени проводить с детьми, естественно. И как раз об этом написана великолепная книга, авторы которой сегодня как раз о ней и расскажут. Поэтому я с удовольствием представляю гостей. У нас в гостях два автора этой книги, Александр Фельдберг и Роман Лашманов. Они находятся в Москве, я нахожусь в Нарве. Они в России, я в Эстонии. Но вот такой своеобразный телемост, а говорить мы сегодня будем о северных странах. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Роман. Добрый день. Или добрый вечер. Не знаю, кто когда будет смотреть это видео. Расскажите, пожалуйста, кто вы, чем вы занимаетесь? Для начала, чтобы нашим зрителям было понятно, с кем сегодня они имеют дело. Добрый день всем. Меня зовут Александр Фельдберг. Я действительно живу в Москве, родился в Питере, учился в Тарту, поэтому для меня общение с эстонской аудиторией приятно вдвойне. Я по образованию и закончил филологический факультет Тартовского университета. Сейчас я редактор, журналист, пишу разные тексты. И у меня двое детей, и я живу в Москве. Роман? Роман. Да, меня зовут Роман. Я журналист. В первую очередь, гастрономический журналист. Я долго работал в афише «Едея», потом был главным редактором сайта «Еда.ру». Теперь я на вольных хлебах пишу в своем блоге «Вечерний лошманов. Про еду и путешествия». Еще пишу книжки, не только эти, но и другие. Вот, и занимаюсь всякими разными проектами, которые так или иначе связаны с едой, рассказами о ней. Но не только про еду, в общем. Сегодня у нас совсем не про еду. Сегодня у нас такая тема, которая... Не знаю, насколько... Вот как раз это видео нам и покажет, насколько эта тема в Эстонии известна, интересно, открыта. Потому что мы будем говорить о книге, о очень свежем издании, авторами которой вы являетесь. Называется она «Нордик Дэдс» или «14. История о том, как активное отцовство меняет жизнь детей и их родителей». Расскажите, пожалуйста, Александр, Роман, вот о идее вообще создания, о начале. Откуда эта книга берет свое начало? Это была идея, идея как раз Совета Министров Северных Стран, точнее их представительства, или как я правильно назвать, не знаю, в России. У них была идея, как каким-то образом рассказать об этом феномене активного отцовства, которое как раз в северных странах очень сильно заметно распространено. А мы согласились с Сашей, потому что нам и тема самая интересная, и вообще было интересно окунуться в жизнь других стран, вот прям не как туристы, ну как мне отлично, не как туристу, а как просто почувствовать саму жизнь, не то, что туристам обычно показывают, а то, чем люди живут в разных странах. Я не знаю, как Саш, Саш, ты как, так же? Я, во-первых, так же, а во-вторых, немного по-другому. Да, это правда, где-то год прошел, я вот сейчас подумал как раз, что примерно год назад я поехал, вот, мы ездили в экспедиции с Ромой, каждый в три страны, да, то есть в этой книге собраны истории отцов из шести северных стран и из России. Каждую страну представляют два отца и один или два эксперта по этой проблематике. Вот, соответственно, я ездил в Финляндию, Швецию и Исландию, а Роман в Данию, Норвегию и на Фарерские острова. И потом мы оба писали вместе «Русскую главу». И это произошло как раз вот год назад. Я, вот вы в районе где-то 20 мая как раз, то есть у каждого из нас была примерно неделя, вот, в течение которой мы встречались с отцами и с экспертами. И я совершенно согласен с Ромой в том смысле, что это было, помимо всего прочего, интересно тем, что ты как бы с заднего крыльца заходишь. То есть ты не просто ходишь и смотришь, ты приходишь к людям домой, видишь, как они живут, и это совершенно, конечно, другое новое представление о стране. Вот, как вы уже упомянули, да, у нас 14 интервью с семьями, с отцами из Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, России, ну, и Дании с Фарерскими островами. А как отбирались семьи, как отбирались отцы для этих интервью? Нам помогали посольства этих стран и представительства Фарерских островов в России, но окончательный отбор был за нами. Мы просто представляли, как должна выглядеть книга, чтобы это были как можно, чтобы как можно более широкая картина была, как можно более объемная. Поэтому там мы выбирали, чтобы некоторые истории там не пересекались, да, выбирали отцов с совершенно разным социальным статусом, разные профессии, разные там отношения к жизни, способ жизни и все такое. И вот таким образом. То есть у нас по два отца на страну, но на самом деле там кандидатур было, не знаю, 4, 5, 6 иногда. Мы выбирали. На каждую страну, да? То есть гораздо больше. Да, да, да. Разный возраст, разное количество детей, возраст детей. Мы пытались... Ну, то есть надо, наверное, начать с начала. Два слова сказать. Эта книга действительно является инициативой представителей северных стран в Москве, в России. Поэтому это книга, которая написана по их заказу. Поэтому мы являемся автором текста этой книги, но за этой книгой стоит большая работа большой команды, да? Прежде всего... И два слова хотелось бы сказать об этом. Прежде всего, это, конечно, Катя и Екатерина Кожевникова, которая была продюсером нашей экспедиции и которая замечательный фотограф. Вот. И все, кто откроет и прочтут эту книгу, увидят, какие замечательные там фоторепортажи. Вот. Был у нас прекрасный редактор Мария Жаворонкова, которая тоже очень много сделала для этой книги. И были большие... Был арт-директор, который сделал замечательный макет. Вот. И были большие команды от всех посольств, да, которые нам помогали, в частности, вот в отборе отцов. То есть, ну, читатель-то не увидит, конечно. Хорошо, что вы сейчас об этом говорите, потому что читатель увидит только вас двоих, как авторов, и вот всеми, которым вы приезжали в гости. Ну, третий автор тоже есть, потому что третий автор и фотограф, без него, без Кати тоже ничего не получилось было. Катя была во всех шести странах и российских отцов тоже снимала. Да, я скажу, что как раз фотографии прям очень хорошо иллюстрируют и сопровождают ваше интервью. Как-то вот с их помощью чувствуется тот самый смысл, который вы передавали в этой книге. Еще, помимо самих отцов и самих семей, с которыми проводилось интервью, там были эксперты, такое, скажем, более какое-то научное, что ли, может быть, обоснование каких-то процессов. Как эти эксперты отбирались? Тоже по принципу того, чтобы картина была как можно более объемной. Иногда это эксперты, которые говорят о ситуации в конкретной стране, иногда это люди, которые говорят о ситуации в целом, ситуации, которая свойственна северным странам, да и не только им. И таким образом, как сказать, мы делали такую объемную картину. Интервью с отцами рассказывают о феномене изнутри, а эксперты дают разные точки зрения на проблему снаружи, так скажем. И плюс фотографии еще, поэтому такой энциклопедического склада издания. По крайней мере, мы так хотели. Мне кажется, нас... Мы вообще энциклопедисты, в принципе, поэтому... Я могу сказать, что у вас очень хорошо это получилось, потому что вроде бы книга, где ты хочешь прочитать только про роль отца, но это действительно как энциклопедия. Во-первых, это огромный обзор, это не чье-то субъективное мнение, да? Да-да-да-да. Эксперты, причем из разных стран. И что мне показалось таким вроде бы странным, интересным, и вроде бы говорим об одном, но даже в северных странах, насколько я понимаю, отношение к этому активному отцовству, влеченному отцовству, в принципе, разное. Вы заметили такое? Я как читатель заметил. Ну, скажем так, в принципе, схожее, но есть отличия в том, как этот феномер развивался, как в каждой стране же по-разному люди, по-разному государства и общество приходили к отцовскому отпуску, тому же самому, который играет в этом феномене довольно важную роль. Может быть, мы начнем тогда как раз с этого термина вообще, что такое активное отцовство. Вы же сначала наверняка изучали какую-то, скажем, теоретическую базу, прежде чем поехали, или сразу окунулись в общение с отцовством? Предварительно тоже, но, как сказать, больше всего мы получали информацию на местах, потому что важно было как раз окунуться во все это. Это просто активное, оно же вовлеченное отцовство, это участие отцов, в воспитании детей с раннего возраста и наравне с матерями. Ну, вот как-то в одном предложении, если так, то да. Вроде коротко и ясно. Ну, да. Но за этим очень много всего стоит. Отцы обычно вовлекаются в воспитание детей, когда дети становятся более-менее сознательными существами, когда отцам уже интересно с ними разговаривать, находить общие темы и прочее. Потому что потом-то, конечно, да, я понял, что да. На хоккей сходить там. Да, 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 чтобы вовлечь их в свои интересы, да, а не играть с ними в игрушки и все такое прочее. И не заниматься развитием отдельно. Ну, и не заниматься не только развитием, да, еще и, я не знаю, пеленками, ночными кормлениями, я не знаю, и прочее, 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 гдениями. Вот этим всем. Ну да, я добавлю два слова. Если говорить об активном отцовстве, то мне кажется, что Роман замечательно все сформулировал. Можно еще, наверное, добавить, что с точки зрения отца, да, это еще и понимание, это определенная ценностная позиция, да, то есть это понимание того, что твоя, грубо говоря, ипостась или функция как отца не менее значима, чем функция, там, не знаю, самореализации в работе, функция добытчика для семьи и так далее, да, то есть вот этот так называемый work-life balance, да, то есть баланс между работой и жизнью, и я довольно скептически, надо сказать, относился к этому термину до поездки, мне казалось, что это какая-то такая придуманная в общем фигня, вот, но действительно для многих людей там, для многих отцов это чрезвычайно важно, и я сталкивался об этом по чужим рассказам, а потом уже с героями книги тоже об этом говорил, вот, что очень часто просто, ну, человек не станет сидеть дольше на работе, да, или не станет брать работу там, чтобы делать в выходные, вот, не потому, что он не амбициозный, а просто потому, что он, отец, у него есть другие дела, не менее важные для него, чем работа, да, и вот, и то, что люди очень много рефлексируют на эту тему, да, то, что они действительно думают о том, что они отцы, что они не просто производные от своей работы и так далее, что-то, к чему я, например, пришел в течение довольно долгих лет жизни, там, но поскольку эта культура существует, эта культура, этот институт существует уже довольно давно, то есть, если говорить о Швеции, это все началось там в середине 70-х, да, то есть, мы говорим о периоде в 45 лет, да, я говорю сейчас о том, когда появился впервые отцовский отпуск по уходу за ребенком, да, потом появились отцовские квоты, вот, потом они стали расти, да, и так далее, то есть, там уже выросло поколение целое, да, у которых отцы ходили часто в этот отпуск и так далее, то есть, это занимает, конечно, время, вот, но, с одной стороны, я бы сказал, вот, вопрос, собственно, был про отличия, да, с одной стороны, отличия наверняка есть, с другой стороны, конечно, вот эта поездка, этот опыт, мне кажется, дает понять, что существует некий общий контекст северных стран и активного отцовства в этом смысле. Наш опыт, ну, наш, давайте я скажу, мой, стоит в том, что очень разные истории, да, эти истории очень разные, кто-то делит отпуск по уходу за ребенком и берет его одновременно с женой, кто-то уходит в него на 9 месяцев, бросает работу и жена идет работать, да, кто-то постоянно делит обязанности по дому и по уходу за ребенком, вот, кто-то сосредотачивается только на этом отпуске, а потом выступает больше как воскресный папа, да, на самом деле все бывает совершенно по-разному, поэтому здесь, то есть, с одной стороны, ты чувствуешь некоторую общность, да, потому что действительно они все активные отцы, но проявляется это совершенно по-разному. Если говорить о северных странах, то там скорее, если говорить о чем-то общем, да, все присутствуют на родах, но я думаю, что сейчас, в общем, это и в России, насколько вот я знаю, становится скорее нормой, да, но там эта норма уже давно, то есть, когда я пытался задавать эти вопросы, то это вызывало скорее недоумение, что может быть иначе, может быть не присутствует, это как-то странно, вот, и еще общее внимание вот к там, к свежему воздуху, прогулкам, физкультуре, это тоже вот такая важная для них тема, в остальном очень все по-разному, мне кажется. Я вот как раз за сутки до нашего с вами интервью решил провести свое маленькое мини-исследование, в инстаграме задал вопрос, кто из отцов присутствовал на родах. Я подразумевал, что в Эстонии, поскольку у меня трое детей, я присутствовал на всех трех этих процессах, я думал, что хотя бы 50 на 50 будет ответ, но, или даже больше половины присутствовало, но выяснилось, что меньше, оказывается, все-таки присутствовали, и тут я стал задаваться вопросом, может быть, есть мало информации, много стереотипов. Вот заметили ли вы особое, даже может быть, различие между северными странами вот в этом активном отцовстве? Роман, есть ли какие-то прям различия? Или мы сейчас говорим, мы в принципе говорим о северных странах в общем, что у них активно отцовство развивалось, у одних раньше, у других позже, но есть ли принципиальные какие-то различия, которые вы смогли увидеть? Принципиальных нет, просто по крайней мере, как сказать, в Дании и Норвегии очень все похоже, я был в Дании и Норвегии, в Швеции, ну, в Швеции был Саша, но я сам три раза был в Швеции, и тоже не как турист, а изучал ее, изучал ее культуру через культуру еды, да, тоже везде поездил и понаблюдал, и могу сказать, что в Швеции все очень похоже на Норвегию и Данию, в смысле отношений отцов к своим детям, особняком стоят Фарерские острова, они в этом смысле чем-то похожи на Россию, потому что там до сих пор до сих пор забота о детях считается прерогативой матерей, причем сами матери эту прерогативу отцам не очень-то хотят отдавать, но просто потому, что там это исторически так сложилось, что удаленные острова мужчины, кстати, это не сразу тоже было, фареры изначально это земледельческая страна, и только потом они начали становиться рыболовецкой, но вот сейчас до сих пор очень много мужчин уходят с островов в море, да, или уезжают в Норвегию на нефтяные заработки, пропадают из дому там, раньше на полгода, сейчас на 3-4 месяца, но все равно надолго, да, и поэтому роль, как сказать, роль, функция заботы о детях, она лежала на матерях всегда, и сейчас продолжает лежать, но сейчас там тоже все меняется, потому что во-первых, много молодых людей возвращается на фареры, на родину из Европы, да, потому что многие уезжали оттуда во время кризиса 90-х, когда на фарерах было очень плохо сэкономить, очень много молодежи уезжало учиться в Копенгаген, например, да, и там оставалось жить, а сейчас эти люди возвращаются, и они привозят из Европы европейские континентальные, так скажем, ценности, да, и это постепенно меняет отношение к активному отцовству, отцовству в том числе, но вот это вот, например, один из моих героев, фарерстик, он такой, да, они с женой, тоже фареркой, познакомились с Копенгагенем, где учились в университете, она врач, он учился на этнолога, но они вернулись, уже первый сын у них родился, первый ребенок в Копенгагене, две дочки уже в Торсхавне, на фарерах, вот они уже не совсем фарерцы, так скажем, в отношении к детям, но с другой стороны, с другой стороны, второй мой фарерский отец, он совершенно такой, как это называется, современный отец семейства, модернизированный патриарх, так скажем, он активный отец, у него шестеро детей, причем один из детей, это отец его жены, ой, господи, сын его жены, второй сын, это его ребенок, вот как он сказал, one night stand, то есть от случайной связи, он добивался через суд права на то, чтобы сын какое-то время проводил с ним, и четверо-четыре совместных ребенка, и он, с одной стороны, активный отец, а с другой стороны, такой активный, современный отец, он заботится, там, наравне с женой, там, кормит, поет, моет, одевает и прочее, с другой стороны, это патриарх, для него важно, чтобы его дети выросли настоящими традиционными фарерцами, он там ходит с ними, там, по горам, по ручьям, рассказывает, там, о природе, учит их выживать в этой вот суровой реальности, вот, но вот, вот как бы, вот у него сплав такой, современного отношения к детям, и традиционного. Инициатива, как сказать, прививать, вот так в кавычках, да, прививать активное или вовлеченное отцовство, она в северных странах пошла сверху от государства, или снизу от отцов, когда они поняли, что они готовы как-то быть больше с детьми, от рождения, или даже до рождения, и так далее. Я, опять же, не берусь высказать какое-то экспертное мнение, но мне кажется, что это вообще в идеале процесс двусторонний, да, то есть у нас и в предисловии, которые Рома написал, и в рассказах-экспертах есть эти истории, и они описываются как истории, которые начались сверху, но понятно, что сверху они начались потому, что наверняка существовал какой-то запрос на это и в обществе. Но в то же время, вот скажем, Швеции, ту историю, которую я помню лучше всего, да, где началось все в 1974 году, поначалу отцы вовсе не спешили воспользоваться своим этим правом, да, и было за первый год вообще почти никого, да, их было страшно мало, вот, и уже в 90-х, то есть там через там 15 лет, 20 лет после начала только 10% отпуска по уходу за ребенком приходилось на отцов, и тогда придумали отцовские квоты в частности, то есть придумали часть отцовского отпуска, которую может брать только отец, часть отцовского, извините, часть отпуска по уходу за ребенком, которую может брать только отец, да, если его отец не берет, он сгорает, да, что привело, то есть, безусловно, какие-то инициативы со стороны государства нужны, и я, кстати, помню, когда я последний раз был в Эстонии, по-моему, это было в семнадцатом году, я видел какие-то плакаты отцов с колясками, что-то такое, какая-то социальная программа там, по-моему, проводилась, если я ничего не путаю, как раз с этим связанная. То есть, безусловно, какие-то инициативы стороны государства нужны, ну, я уж не говорю о том, что безусловно, очень важно деньги, которые получает человек в это время, да, и, скажем, в той же Швеции это порядка восьмидесяти процентов это зависит от размера зарплаты, если она очень высокая, то меньше, вот, но это очень высокий процент, и это, конечно, тоже важно, безусловно. Вот, поэтому да, я думаю, что то, что государство предпринимает в этом смысле, это безусловно важно. Причина-то причина там несколько, почему? Там и инициатива государства, то есть инициатива сверху, но инициатива снизу тоже была важна, конечно же, а это это и борьба женщин за свои права, да, за безусловно за равноправие, да, потом, значит, поскольку, если женщины хотят быть равноправными с мужчинами, да, то они добиваются таких же, значит, зарплат, да, и прочего, а их рождение детей прежде, да, выбивало просто там на три года, например, или там на сколько, из рынка труда. Соответственно, заплаты были низкими, да, и женщины воспринимались как, ну, ненадежные, так скажем, циничным языком, да, работники, потому что ты нанимаешь человека, а он уходит на три года в отпуск, который тебе надо каким-то образом еще и оплачивать, ну, или там терять таким или иным образом, значит, деньги. Соответственно, женщины начали добиваться равенства, но и в то же время мужчин, все больше и больше мужчин становилось таких, которым хотелось участвовать в воспитании детей, для которых дети тоже начали значить гораздо больше, чем они значили до этого, да, не только там просто наследники, а какие-то друзья, я не знаю, близкие люди, которых, люди, которых хочется заботиться с самого начала. То есть вот много-много-много комплексов как раз в это все соединились. Введение отцовских отпусков, введение, ну, увеличение активных отцов, числа и прочее, прочее, прочее. Там в предисловии я подробно причисляю, да. Да, сейчас очень хорошо поддерживается это все, то есть если когда-то в северных странах, очевидно, со стороны государства тоже это все началось, то даже в вашей книге есть множество и экспертов, которые представляют различные организации, я помню там Датская ассоциация отцов, да, по-моему, так она называется, правильно? То есть, ну, очевидно, уже инициатива снизу пошла объединить отцов и больше распространять информацию о том, что такое активное отцовство, потому что там я прочитал в книге действительно, может быть, и у наших сейчас слушателей такие, и те, кто смотрит видео, зрителей, могут появиться разные вопросы, страхи, опасения или те же самые стереотипы, но не знаю, насколько сейчас есть различные организации у нас в стране, ну, скажем, на таком более широком уровне, но, по крайней мере, я заходил, читая вашу книгу на сайты разных этих ассоциаций, объединений, отцов в северных странах, и там очень много информации, то есть, в принципе, вот то, что Роману говорите, да, сочетание того, что государство, может быть, когда-то инициировало, отцы сами подхватили, и теперь это в комплексе действительно работает как хороший инструмент. Скажите, а что вы заметили такого общего, общаясь с разными отцами, с разными семьями из разных стран северных про вот это активное отцовство? Что-то их всех объединяло? Кроме самого понятия активное отцовство? Трудный вопрос. Отчасти мы касались уже его, но про роды мы уже говорили, вот, если говорить про специфику северных стран, ну, я за себя буду говорить, наверное, но мы очень много говорили о играх на свежем воздухе и о том, что очень многие отцы, они уделяют действительно внимание тому, чтобы дети как можно больше проводили на свежем воздухе, гуляли и так далее, да. часто это вызывает такую некоторую отрубь, и ты начинаешь спрашивать про уроки там и так далее, но дети действительно очень много гуляют, они ходят с ними в походы и там и так далее. Отцы в северных странах, ну, в России тоже многие отцы, к счастью, такие же, для них дети, вот ребенок, да, родился у пары, ребенок, он не ребенок там матери или ребенок отца, он их, он наш, да, поэтому они чувствуют равную ответственность, потому что он общий ребенок. И в то же время, когда, например, дело доходит, к сожалению, часто до развода, да, то вот это же отношение, оно приводит к тому, что отец чувствует и одинаковые обязанности, да, по сравнению, одинаковые, такие же обязанности по отношению к ребенку, как и мать, и одинаковые права. Он имеет точно такое же право на общение с ребенком, как и мать, не там, не словно там раз в неделю, да, а поровну, да. И то, что как раз так развито активное отцовство, увеличенное, то, что отец самого раннего возраста включен в воспитание ребенка, это влияет, в том числе, на ситуацию после разводов, потому что им проще договориться, потому что и мать, и отец ощущают, что ребенок общий, и мать, и отец имеют на него равные права, ну, не как на собственность, конечно, а на права на общение и там, и так далее. Вот, и поэтому там разводы происходят безболезненнее, чем в тех местах, где активное отцовство не так распространено. Вот. Да, да, и в этом смысле можно сказать, вот, если говорить о каких-то историях, то они с большим возмущением относятся к пережиткам вот таких вот разных стереотипов, когда, например, одна финская семья, с которой разговаривала, они летели, не сумев достать билеты на один самолет, они летели порознь. Отец летел с дочкой, а мама с двумя сыновьями. Вот. И они с возмущением рассказывали, что отца спросили, а где мать этих, да, мама знает, что вы с ними летите. При этом маму совершенно не спросили о том, где отец и так далее. Вот. Или другой финский отец рассказывал тоже с возмущением, что врач стал ему говорить, что вот, ну, расскажите маме, как лечить ребенка. Вот. И он сказал, что я вообще-то принимаю не меньшее участие в ее воспитании, чем она. Ну, кроме того, я еще сам по себе врач. Вот. Но он просто страшно кипятился по этому поводу. Вот. Но зато со страшной гордостью тот же отец, там, вот лучший отец Финляндии 2013 года, говорил, что один раз после того, как он провел отцовский отпуск, ребенок, заболев его сын, позвал не маму, а папу первым делом, когда плохо себя почувствовал. Вот. И это было для него просто вот такой самой, самой, самой большой наградой. мы, наверное, будем следовать им примерам, потому что наша задача даже здесь, в Эстонии, мы берем определенные модели, вот в данном случае, да, модель активного отцовства или вовлеченного отцовства, и как должны это имплементировать в наших условиях, при этом, что у нас там и бэкграунд разные, и разные стереотипы, которые все вот это вот смешиваются вместе, но в итоге мы надеемся на лучшее, потому что есть хорошие, хорошие модели северных стран, как они в этом преуспели. Было ли что-то такое, что вас, как отцов, как авторов, может быть, очень сильно удивило среди вот тех историй, которые написаны в книге? Для меня, наверное, самым главным открытием было то, что, как-то я это и так знал, просто я в очередной раз в этом убедился, что мы ничем не отличаемся от них, просто у них немножко устройства жизни, но оно развивалось просто по-другому, но если бы мы, наша страна развивалась бы тоже немножко по-другому, то мы пришли бы к схожим результатам, вот, поэтому, ну как, я увидел, что вот их волнуют те же проблемы отцов, и вообще там не только отцовские проблемы, а жизненные проблемы и прочее, и прочее, прочее, все как у нас. Есть вещи, о которых ты слышишь, да, и когда ты видишь их, это все равно в общем удивляет, в принципе, конечно, когда ты попадаешь в Стокгольм и видишь количество отцов, которые гуляют с колясками по улицам, которые сидят в кафе, именно компании отцов, да, оставив эти коляски там в соответствующие удобные места и болтают, то это, конечно, удивляет, потому что, ну, такого в повседневной жизни ты не видишь, вот. Внутренне, безусловно, я с Ромой согласен, мы ничем, в общем, не отличаемся, и это, в общем, те же люди, но то, как я говорил, то, как сколько времени они не только посвящают детям, но сколько они размышляют о своей роли как отцов, да, как много они, это дело в самые, причем молодые люди, да, это действительно удивительно, я в этом возрасте не думал столько об этом, вот, хотя есть очень разные истории, есть истории, например, есть исландский папа, который не был активным отцом, воспитал, ну, то есть у него выросло три сына, да, и только ближе к 50, во втором браке, вот, родив девочку, он совершенно изменился, вот, и он там, работая на трех, имеет три работы, он никогда не заканчивает позже четырех, всегда забирает ее из садика, два часа ей готовит, обязательно ее читает, да, то есть у него система приоритетов совершенно поменялась, но это заняло довольно много времени, да, то есть он, он пришел к этому и шел очень долго, вот, поэтому все истории действительно разные. Чем выгодно активное отцовство государству, ну, обществу и государству? Тем, что, значит, ну, просто, опять же, цинично говоря, да, женщина быстрее возвращается на рынок труда, да, поэтому она, семья получает больше денег, платит больше налогов, да, соответственно, общество благодаря этому становится богаче. И в то же время, почему женщина может вернуться раньше на работу? Потому что в северных странах хорошо развита система детских садов, то есть там не только родители принимают участие в воспитании детей, но активную роль играет, ну, условно, государство, да, там уже с года, ну, как и раньше в Советском Союзе тоже были популярные ясли, да, и тоже мамы благодаря этому возвращались на работу раньше, так и здесь, ты с года отдаешь ребенка в детский сад, и все, и ты занимаешься активной экономической деятельностью, ну, платишь какие-то деньги детскому саду, но государство там немножко субсидирует, так или иначе, но люди просто богаче становятся, а налоги там высокие в северных странах, поэтому и государство становится богаче, это как-то взаимовыгодное сотрудничество получается. Ну, это, в принципе, отличает все северные страны, наверное, от других стран Европы, России в том числе. Ну, то есть, как бы, да, в России 13% там подоходный налог у большинства, да, людей, я не беру предпринимателей сейчас, и как бы люди считают, что мы платим налоги, но как бы 13% не так много, чем мы государство не можем многого требовать, да, а когда ты плачешь, там, я не знаю, 40%, у тебя и требования совершенно другие государства, то есть ты понимаешь, за что ты платишь, точнее, ты должен понимать, вот я вам даю столько, я там получаю, допустим, 3 тысячи крон, ну, 3 тысячи крон, это мало, 30, 30 тысяч крон, да, я из них отдаю там столько-то, вот я хочу, чтобы за эти деньги у меня была нормальная страна, вот это взаимосвязано. За финальным каким-то портретом общим хорошего отца? Хороший отец, это тот отец, который нравится своим детям, вот и вот и все, да, бывают разные. Честно говоря, да, я бы не брался отвечать на этот вопрос, хотя отцам, с которым я разговаривал, я этот вопрос задавал, да, и получал самые разные ответы, я не думаю, что среди них есть какой-то один правильный, но... Но они, наверное, какой-то собирательный образ должен получиться из того, что... Да нет, не получается, они все разные, семьи же разные. Наверное, знаете, о чем это можно сказать, о чем можно сказать в заключении? В нашей книге есть две истории российских отцов. У нас законодательно в России отпуск по уходу за ребенком может брать любой родитель. Правда, это возникает на некоторые какие-то сложности, потому что люди в отделах кадров не привыкли оформлять отпуск на отца, да. Вот у меня, значит, мой питерский герой, он как раз добился того, чтобы ему, значит, дали, и как раз у него время еще с работы сложности некоторые возникли, а у жены наоборот. У жены получилась неожиданно удачная карьера, потому что она нашла дело в своей, значит, жизни, любимое дело, да, и как раз так совпало, что ей за это любимое дело и стали хорошо платить. Поэтому он сидел дома с детьми, она превратилась на некоторое время в главного добытчика средств существования. Вот. И то, что в России есть такие отцы, да, говорит о том, что, а, это, есть такая тенденция, да, что отцы хотят быть активными, и, б, то, что в России даже законодательно есть такая возможность, просто ее не сильно пропагандирует, скажем так. Само государство не говорит об этом вслух и там не устраивает каких-то пропагандистских программ, например, как это было в северных странах, да, что отцы, берите, пожалуйста, отпуск, заботьтесь о детях. Вот. И, но и то, и то говорит о том, что есть возможности для развития, возможности для того, чтобы отцов активных было больше. Я думаю, что в Эстонии то же самое. Есть и желание отцов, по вашему примеру, я понимаю, да, что хочется проводить время, больше времени с детьми с самого раннего возраста, да, и есть желание государству тоже делать что-то в этом направлении, вот, увеличение, например, того же отцовского отпуска до 30 дней. Я бы вот что сказал на финал, поскольку у нас, я так понимаю, будут смотреть потенциальные активные эстонские отцы, я бы сказал вещь такую достаточно банальную, но, опять же, я, просто, может быть, потому что для меня в принципе долго довольно многие вещи доходят, я не сразу до этого дошел. Активное отцовство, Роман сказал, почему это выгодно государству, кроме того, вообще активное отцовство действительно, это такая win-win situation, да, то есть это действительно вещь вроде как хорошая для всех. Она хорошая для ребенка, хороша для ребенка, но просто потому, что у него с ранних, или у нее с ранних лет есть и мама, и папа, которые занимают, уделяют ему достаточно времени, да, это, по крайней мере, какое-то приятное разнообразие, да, то есть не все время ты с мамой, но и с отцом очень часто. Она хорошо для мамы, она же жена, и опять же, Роман говорил об этом, да, потому что, во-первых, ей легче, а во-вторых, она может раньше выйти на работу и не терять квалификацию. И она хороша для отца, в частности, для его самооценки, да, как говорит один из героев в нашей книге, если ты начинаешь заботиться о своем ребенке, то все вокруг думают, что ты прекрасный, как бы, человек, да. А с другой стороны, ну, это действительно счастье, просто общаться с ребенком, находиться с ним больше. И, как, опять же, говорил тот же ребенок, вы там, учитесь лет 15, да, мы работаем лет 40, да, так неужели мы не найдем полгода или год, чтобы посвятить его своему ребенку, да, тем более, что, возможно, это одно из самых важных событий в вашей жизни, по крайней мере, стоит попробовать. Вот. И если говорить о том, что такое хороший отец, то, конечно, никаких ответов нет. Я совершенно с Ромей согласен в этом смысле. Но, опять же, один из героев говорит, хороший отец – это тот, который рядом, да, тот, который рядом в самых разных ситуациях, да, который с ним ругается, который укладывает его спать, который говорит, мне сейчас не до тебя, прости, давай поговорим завтра, и так далее. Вот тот, который рядом, наверное, это и есть хороший отец, возможно. Всех отцов Эстонии призываем в срочном порядке прочитать вашу книгу и начать, ну, я думаю, что, как сказать, нынешних, будущих отцов в том числе. И тем более, с учетом изменения нашего законодательства в лучшую для отцов сторону, увеличение отцовского отпуска, хотя бы, пускай это, да, с 10 до 30 дней, но, тем не менее, больше времени для того, чтобы проводить больше возможностей для того, чтобы проводить время с детьми. Спасибо, Александр, спасибо, Роман, спасибо, во-первых, за то, что сегодня были с нами, во-вторых, за книгу, потому что, мне кажется, вот я ее прочитал один раз, и что-то у меня уже упустилось, что-то, я думаю, как мы в начале нашей беседы сказали, что она своеобразная энциклопедия в том числе, потому что каждый раз ее просматривая, будут какие-то советы от скандинавских отцов, могут быть использованы из этой книги. Так что, спасибо вам за работу, мы, конечно, так, подмигивая вам, подмигивая вам, хотели бы потом, возможно, прочитать книгу о эстонских отцах. Сейчас пишу книжку про путешествие, которое будет выходить необычным способом, как роман Фильетон, и там будет глава об Эстонии, потому что мне Эстония очень нравится, я там был дважды, и в основном на островах, там про острова были, Сальма, Хима и Муха. Тогда мы ждем, когда ВОЗ отменит все карантинные меры, когда откроются границы, и с удовольствием будем рады видеть вас в Эстонии.